Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Как только все подумали, что Тера это уже мёртвый проект, выходит в эфир Доквон, её создатель. После того, как Доза молчал на пару дней, внезапно он объявляется с новым планом. Планом, который, по его словам, спасёт Тера, Луну и её исти от смерти. В чём же заключается этот план, давай обсудим прямо сейчас. Но прежде, если ты тут впервые подпишись на канал, обязательно поставь лайк. Давай наберём хотя бы 8 тысяч лайков под этим видео, это помогает каналу расти, а мне мотивироваться на создание нового контента. После длительного перерыва, внезапно быстро мои ролики начали набирать под 100 тысяч просмотров, и всё благодаря твоей поддержке, за что тебе большое спасибо. А теперь переходим сразу к контенту. Сегодня утром я вскользь упомянул о том, что Binance делистит Луна. Генеральный директор Binance очень детально объяснил, зачем они это сделали. Прежде всего, это безопасность пользователей Binance, а также, по его словам, команда Тера не знает, что делает. Собственно, поэтому они и делистнули Тера. Но знаешь, что произошло буквально несколько часов назад? Binance опубликовала твит, в котором анонсировала новые торговые пары, которые снова начнут торговаться уже завтра. Это Луна в паре с Binance USD и USD в паре с Binance USD. Если что, Binance USD это стейблкоин от Binance, которому пока что удается удерживать паритет с долларом США, в отличие от USD. Это объявление появилось буквально спустя 3 часа после того, как Binance убрал эти пары с торгов. Поэтому у людей возникли вопросы, а почему так произошло? Почему Binance так быстро возвращает Тера Луну? Начались спекуляции о том, что, возможно, нас ожидают какие-то новые движения вокруг Тера Луны. Генеральный директор Binance косвенно ответил на эти спекуляции в следующем посте. Оказывается, у него была двухчасовая встреча не по телефону, а скорее всего лично с создателем Доквоном. И поэтому после нее они возобновляют все, но решили заморозить чеканку новых токенов Тера Луны. А я еще подумал, почему внезапно доступное предложение Тера Луны заморозилось и застряло на 6,5 триллионах токенов. Оказывается, они договорились остановить процесс минтинга новых лун. Итак, депозиты, вывод и спотовая торговля для Тера Луны будут восстановлены на Binance уже завтра. Но предупреждаю сразу, бежать сломя голову и покупать только из этого не стоит. Это до сих пор очень опасная игра. И, наконец, мы переходим к новому плану от Доквона, создателя Тера Луны, который пару дней просто молчал. Видимо, тоже пребывал в шоке, а может быть, даже ушел в запой. Но только что он запостил план спасения Тера Луны и всей ее ЭК-системы. Фактически, он рассказывает о том, что, с его точки зрения, являются лучшими действиями в данной ситуации и почему они должны помочь Тера Луне и всей ее экосистеме. Прежде всего, валидаторы сети Тера Луны, с его точки зрения, должны уменьшить количество токенов во владении до 1 миллиарда. Также должно измениться и распределение этих токенов. 40% токенов, а это 400 миллионов штук, должны распределиться между теми холдерами Луны, которые холдили ее до потери паритета с долларом США токеном UST. Остальные 40%, а это еще 400 миллионов токенов, будут распределены между теми держателями токенов UST, которые на момент перезапуска сети Тера Луны еще будут его холдить. Итак, 80% токенов уже распределены. А что же насчет людей, которые покупали Тера Луны после инцидента с крахом UST? 10% токенов будут распределены между людьми, которые продолжали и продолжают поддерживать сети торговать токенами Тера Луна и UST уже после краха UST. И, наконец, последние 10% токенов будут размещены в общественный пул, который будет использоваться для финансирования будущих разработок экосистемы Тера Луны. Подытоживая, 40% предыдущим холдерам, еще 40% холдерам UST, 10% новым холдерам и 10% достается общественному пулу. Вот это и есть новый план Доквона. И, как мы видим, под ним уже 600 комментариев и множество вопросов. Самый популярный. Как будут распределять токены централизованные биржи и будут ли вообще? Как быть, если ты лочил свои UST в Анкоре или они застряли в Вормхоуле между блокчейнами Тера Луны и другой криптовалютной экосистемой, например, Эфириумом? Также, очень актуальный вопрос, а что будет сделано для того, чтобы восстановить веру в Тера и в ее создателя Доквона? И что будет сделано для того, чтобы вернуть уверенность в том, что называется алгоритмическим стейблкоином, каким является UST? На эти вопросы пока ответов нет, зато есть понимание, как будет действовать команда Тера Луны в ближайшем будущем. Они фактически хотят перезапустить сеть и заново перераспределить токены Тера Луны, которых станет значительно меньше. Но в рамках всей экосистемы, как это будет выглядеть, пока что неизвестно. Также держи в уме то, что этот новый план Доквона еще не утвержден валидаторами сети Тера Луны, которые без него уже давно принимают ряд решений, заморозка нового предложения, остановка стейкинга и так далее. Поддержат ли они этот план? Возможно, они возьмут какую-то его вариацию. Уменьшение предложения и новое перераспределение может даже помочь немного успокоить этот шторм. А как ты думаешь? Напиши в комментариях. Это было быстрое обновление по ситуации с Тера Луной. Меня зовут Богатий Ищи Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok